Новости. В студии с новостями Юлия Окунева. Здравствуйте. Названа новая дата открытия перинатального центра в Петрозаводке. На заседании правительства Карелии обсудили вопрос передачи имущества Республиканскому перинатальному центру. В ближайшее время всю технику подключат и проверят ее работоспособность. Глава Республики Карелия заявил, что этот процесс должен быть завершен к 1 ноября. Начало работы учреждения и прием пациенток планируется на ноябрь 2018 года. В Карельской столице прошла очередная общегородская акция для бездомных «Экстренная помощь». По данным пресс-службы городской администрации, во время проведения акции различные виды социальных услуг были оказаны 75 гражданам в возрасте от 29 до 79 лет. Всем нуждающимся была оказана вещевая. Гуманитарная помощь выдано более 300 единиц верхней одежды. Активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание властей Петрозаводска на критическое состояние дорог у студенческих общежитий. Об этом сообщается на сайте регионального отделения. Студенты Петрозаводского государственного университета пожаловались на отсутствие тротуаров и освещения у шести общежитий вуза. Они нанесли на карту убитых дорог шесть участков на улицах Промышленная, Фрунзе, Белорусская, Ломоносово и проезде Большой ручей. Они намерены вывести эти проблемы на участке в лидеры народного голосования. На этом наш выпуск завершен. Подробности читайте на сайте ПТЗ Говорит. С вами была Юля Окунева. Впереди вас ждут любимые хиты на Радио Удача. Музыка нас связала. Спонсор выпуска. Компания Адуавто. Мужики вы мужики, суньте в брюки кошельки и бегом ядрёно мать зимние шины покупать. Пусть других берут завидки, где нашли такие скидки. Мы собираемся и завтра за резиной в Адуавто. Так может только Адуавто. При покупке шин мы возвратим не 5 и не 10, как все, а целых 20% на любую покупку. Выгодно? А то на то и Адуавто. Продолжение следует.